А главных новостях Украины и Мира узнаете в подробности от студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, сегодня в выпуске. G7, а не G8. Лидеры стран Большой Семерки высказались против возвращения России. Что еще обсуждали на саммите? На всех языках. Сразу в нескольких городах Европы и Киеве прошли акции в поддержку Олега Сенцова. Как пытаются повлиять на Россию? Бюрократическая казуистика. Почему миграционное ведомство Германии может остаться без сотрудников? Королевский день рождения. Елизавете 2, 92. Как Лондон окунулся в торжества? Семерка против. Участники канадского саммита раскритиковали Дональда Трампа за идею привлечь к их встречам еще и Россию. И сказали американскому президенту нет. Откуда вообще такая идея? Была ли это домашняя заготовка или импровизация? Мой коллега Дмитрий Анопченко выслушал все мнения. У него знаем подробности в прямом эфире. Дима, здравствуй. Расскажи, насколько предложение Трампа удивило остальных участников саммита. Тебе слово. Катюш, ну сказать, что удивило, ничего не сказать. На самом деле здесь была и растерянность. Никто не знал, что говорить, как говорить, что заявлять. И все это по одной простой причине. Дело в том, что на семерке было не писанное правило. Не выносить на рожу конфликты. Не говорить в прессе ничего, чтобы не было согласовано между всеми участниками. Чтобы не нарушать единство. Ну, сейчас в условиях конфликта с Трампом, ну уж, какое единство? И поэтому все вынуждены говорить. По неофициальной информации, я общался с представителями многих делегаций, никто, которыми Италии, Трампа не поддерживает. Однако, давайте все-таки поговорим об официальных заявлениях, потому что политикам придется сказать это официально. Во-первых, есть заявление Дональда Туска, глава Европейского совета. Все-таки он не руководитель страны, он руководитель межгосударственного объединения. Ему немножко проще. Он выступил первый и сказал, что категорически против, мол, формат этого межгосударственного объединения, формат семерки, формат этого клуба предполагает единство. И нужно работать с Америкой, чтобы это единство вернуть. Ну, а возвращение России, наоборот, было бы очень рискованным шагом. Буквально через несколько часов, вот сейчас час дня по местному времени здесь в Канаде, в четыре по местному времени выйдут к прессе и премьер-министр Канады, и премьер-министр Италии, и Ангела Меркель здесь появится. И будет возможность с Макроном поговорить, с французским президентом. Волей-неволей всем им придется ответить на вопрос журналистов, а что они думают по поводу России. А вот позицию Канады, позицию страны-хозяйки уже высказала глава канадской дипломатии Христа Фриланд. Давайте послушаем. Наша позиция очень четкая. Россия показала, что не заинтересована вести себя в соответствии с законами западной демократии. Продемонстрировав это вторжением в Украину, аннексией Крыма, поддержкой войны на востоке Украины и атаками на демократию, не последнее место среди которых занимает инцидент в Солсбери. Поэтому позиция Канады тут ясна. Нет никаких оснований возвращать Россию в большую семерку, учитывая ее нынешнее поведение. Все рассчитывают, что приблизительно в таком же тоне выскажутся и остальные политики, что Дональд Трамп останется либо вообще в меньшинстве, либо в одиночестве. И экспромт у него таким образом получился неудачный. А вот в том, что это именно экспромт, я как раз и разобрался. Я тут свое маленькое журналистское расследование провел и хочу с вами поделиться его результатами. Дело в том, что связался я с журналистами из американского президентского пула, людьми, которые не просто работают с Трампом, у них кабинеты в Белом доме. И вот, что они мне рассказали. Вылетая в Канаду, Дональд Трамп опаздывал. Он выбился из графика. Уже рейс-борт номер один должен был вылетать, а он еще все был в Белом доме. Но, тем не менее, президенту в этот день хотелось поговорить, и он вышел к прессе. Традиционно такое короткое общение с прессой предполагает максимум 4-5 минут. Но только представьте, 20 минут он с журналистами разговаривал. Журналисты признались мне, уже удивлены были. У них вопросы закончились. Каждый по 4-5 вопроса задал. А Трамп все стоял и стоял. Ему в этот день хотелось поговорить. И вот абсолютно ненамеренно среди этого огромного количества вопросов журналисты спросили, ну а что вы думаете по поводу возможного превращения семерки в восьмерку, по поводу добавления России? Никто не ждал сенсации. Абсолютно откровенно мне это сказали. Но, тем не менее, сенсация прозвучала. Дональд Трамп сказал, да, ну что ж, Россию выгнали, Россию нужно вернуть. Почему это важно? Вот тут очень серьезный момент. Дело в том, что все привыкли. Все президенты до Трампа, любые их заявления, до слова, до буквы, до запятой, это была согласованная позиция Соединенных Штатов. Президент нес позицию своей страны. И поэтому, когда сейчас начались спекуляции, мол, Америка меняет курс, ничего подобного. Это просто Дональд Трамп симпровизировал. И, как видите, симпровизировал неудачно. Здесь его практически никто не поддерживает. Катя. Димечка, спасибо тебе за подробности. Дмитрий Анопченко был на прямой связи со студией с последними новостями саммита Большой Семерки. Министр иностранных дел Польши Яцек Чепутович выступил с заявлением о немедленном изменении закона об Институте национальной памяти, который предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичное заявление о причастности польского народа к Холокосту. Он также добавил, что закон негативно влияет на отношения Польши с Израилем и США. Поправки в документе уже отправили на рассмотрение, а сами изменения могут внести без участия Конституционного суда. Палата представителей Конгресса США опубликовала резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов признан геноцидом украинского народа. Проект резолюции представили совместно Демократическая и Республиканская партия специально к 85-й годовщине Голодомора. В документе указано, события тех времен были спланированной акцией сталинского тоталитарного режима против украинского народа. 11 американских штатов признали Голодомор геноцидом и осудили нарушение прав человека. Боевики не прекращают атаковать позиции наших бойцов на Востоке. Сегодня в результате таких обстрелов ранения получил украинский военнослужащий. Наиболее напряженная ситуация в районе Авдеевки. Боевики также вновь обстреляли и остановили работу Донецкой фильтровальной станции. Каждые сутки там идут бои. Геннадий Вивденко расскажет подробнее. Вечер в районе промзоны под Авдеевкой. Представители миссии ОБСЕ уже отдыхают в отелях. Начинается бой. Украинские бойцы по приказу погашают огневые точки противника. Огонь становится плотнее. Таковы смертельно опасные будни под Авдеевкой. Это уже как будний день. Прямо на дно напряжение. Надо немножко прийти. В принципе, уже врывы, когда я тут иду. Да, бывает, похуже работает. Бывает и нормально. А так, в принципе, пацаны, когда выключаются, у них это уже пошло, как ты скажешь, в ритм жизни. Ответный огонь приходится открывать все чаще. Главное, не пропустить возможную пехотную атаку противника. Крассера пролетают. С моста летать или за общежитие. Так и каждый вечер. Три дня назад огонь противника повредил линию электроснабжения к Донецкой фильтровальной станции. Она вновь обесточена. Подача воды в Авдеевку остановлена. Ну, начинается война с полвосьмого вечера. Только АБСЕ проехала. Только они уехали. ДФС, потому что они сопровождают воду Донбасса. На ДФС отвозят. И часа через четыре начинается. Вот это стреляет отсюда, с Покемона. Вот он стоит, пулемет с такого. Вот они бьют. И вот так прямо против нас у них тут тоже позиция есть окопа. До 13 на ноль сегодня действовал режим тишины. Из станции вывезут 4 тонны хлора для очистки воды. Эвакуировали рабочий персонал. Ремонтники пытаются возобновить функционирование ДФС. В военно-гражданской администрации Авдеевки организован подвоз воды в город. Завтра с 8 часов утра подадут напор водопроводы города из запасных резервуаров, чтобы жители Авдеевки смогли запастись наперед, пока атаки врага не стихнут. Геннадий Вивденко, Богдан Савруцкий, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Петр Порошенко призвал главу российского государства Владимира Путина как можно скорее освободить украинских политзаключенных. Президенты в телефонном разговоре обсудили дальнейшую судьбу украинцев, которых удерживают как в России, так и в оккупированном Крыму. Порошенко акцентировал внимание на голодовке украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их здоровья. Также президенты договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека двух стран посетят заключенных. Напомню, вчера Петр Порошенко встречался с родственниками украинцев, осужденных в России. Масштабную акцию в поддержку Олега Сенцова организовали во многих европейских городах с призывом к лидерам Большой Семерки повлиять на Россию. Как прошла демонстрация в столице Евросоюза, Брюссель, видела Елена Абрамович. Лозунги на английском, французском, русском и украинском. В этот раз демонстрацию организовали возле центрального вокзала, чтобы привлечь внимание еще и туристов, рассказать о политзаключенных в России. На данный момент их количество становится близко 70 человек. Серед них митцы, журналісти, правозахисники, студенты, обычные граждане, гримские татары. Кроме флагов и плакатов, на митинг принесли еще и символические красные карточки. Мы собираемся сегодня показать Путину червеную картку. Он так гордится своими спортивными подиями, чемпионатами. Мы вот хотим ему такой футбольный символ вручить, червеную картку. Пришли на митинг не только украинцы, но и грузины, и белорусы. Если все встанут и скажут, что нет войны, свобода Сенцова, все люди, война тут же прекратится. Прохожие останавливались послушать, расспрашивали у демонстрантов, о чем идет речь. Я знаю, что в России есть украинские заключенные, но я не знал имен или деталей. Вот мне рассказали тут. Но у нас в Голландии об этом говорят в новостях. Я из Бразилии, вообще ничего об этом не знаю. Но, как понимаю, кого-то держат в тюрьме в России. Я считаю, что никого нельзя лишать свободы за политические взгляды. Хоть такие акции не масштабны, но своей регулярностью заставляют мир услышать о проблеме, уверен посол Украины в ЕС, который тоже присоединился к митингу. Мы получили заклики сегодня. Все собрались в всех столицах, в всех куточках. Ну и вы видели звернение на сегодняшний день до всех глав урядов, держав. И также звернение президента Европейской Ради Туска до Симки, что до необходимости извольнити политическую связь Сенцова. Таким образом, разом мы победим. Поднимут вопрос об Олеге Сенцове и в Европарламенте. На следующей неделе, в четверг, во время пленарной сессии в Страсбурге, проведут дебаты, а также проголосуют резолюцию касательно России и соблюдения прав человека. Из Брюсселя Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. «Фри Сенцов» сегодня прозвучало и в Киеве. В поддержку политзаключенного на Майдане на заложенности собрались друзья режиссера, коллеги, музыканты и просто небезразличные люди. Участники акции со сцены зачитывали отрывки из его автобиографии, написанную еще до ареста. Строки из книги политзаключенного Олега Сенцова. Воспоминания о его детстве, юношестве, первых шагах в профессии сегодня звучали из уст известных людей. Друзья режиссера рассказывают, последние письма Олега оптимистичны, несмотря на плачевное состояние здоровья и заголодовки. Пишу про все. Про жизнь, про то, что он верит в то, что все будет хорошо. И даже поддерживает нас. 14 мая этого года режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Мама одного из них, Александра Кольченко, которого задержали вместе с Сенцовым, тоже пришла на акцию. Ее сын отбывает наказание в городе Копейске, Челябинской области. Мы их тут очень ждем. Больше пока мне нечего сказать. Мы их только ждем. Выжить и вернуться в Украину. Главный месседж Сенцову. Надо выжить, надо держаться, надо надеяться. Мы очень хотим, чтобы их освободили. Выжить. Ему надо выжить обязательно. Выжить. И вернуться на Украину. Вернуться в свою страну. Вернуться к своим родным, к своим близким. Организаторы акции уверяют, будут продолжать поддерживать Сенцова и других политзаключенных. Ведь это один из немногих факторов, который помогает им продолжать борьбу. Лариса Зубенко, Дмитрий Курченко. Подробности телеканал Интер. Новая стратегия, новый план, новое будущее. Социал-демократы, социалисты и профсоюзы будут вместе бороться за права обычных людей, студентов, рабочих и пенсионеров. Поэтому собираются вместе идти на президентские и парламентские выборы. Об этом сообщил нардеп и лидер соцпартии Сергей Каплин после заседания полицовета левых сил, в котором приняли участие делегаты со всех областей Украины. По словам нардепа, в первую очередь нужно повысить социальные стандарты и прекратить войну на Донбассе. Сегодняшнее правительство, сегодняшняя коалиция ни на один процент не отвечает чаяниям, ожиданиям и требованиям украинского народа. Поэтому мы требуем полной перезагрузки. Социалисты, социал-демократы и профсоюзы требуют новую власть, будут идти в эту власть, будут идти на президентские выборы, будут идти на парламентские, на местные выборы, будут идти спасать нашу родину. Но уже сегодня мы на улице, в парламенте, в Европе и в других странах будем бороться, но прежде всего тут, в Украине, бороться за то, чтобы повысили пенсии, повысили зарплату, повысили стипендию и сделали серьезные кадровые решения. Как стать политиком? Ответ на этот вопрос сегодня искали активисты молодежных украинских движений. В Урзуфе проходит третий межрегиональный форум «Восток-Запад», организованный народными депутатами. В этом году в нем принимают участие более 200 представителей молодежных организаций, активисты и чиновники. Пообщался с участниками форума и нардеп Сергей Рудек с молодыми лидерами. Он поделился опытом удачного старта в большой политике, а также пообещал всячески поддерживать инициативную молодежь. Если эти правила у молодого человека есть, я готова помогать. В Хмельницком банда злоумышленников полгода терроризировала водителей междугородних маршрутов. Деньги требовали за въезд на автовокзалы города, а тем, кто платить отказывался, разбивали окна автобусов, пробивали колеса и даже угрожали физической расправой, продолжат наши корреспонденты. Эти кадры сняты в декабре прошлого года. Члены преступной группировки собирают дань с водителей маршрутных автобусов за въезд на вокзал. Чтобы найти все точки дислокации бандитов и выйти на организаторов, полиции понадобилось более полугода. В результате на одном из вокзалов удалось задержать семерых преступников. В общей сложности в полиции подсчитали, преступники собирали около 90-100 тысяч гривен в месяц. Во время задержания у вымогателей изъяли деньги, блокноты с учетными записями, пневматическое и холодное оружие, биты, кастеты и боевые патроны. Конфисковала полиция также печать и удостоверение общественной организации «Сила и правда». Свои злочинные действия, злоуместники приховывали под выглядом активной деятельности громадской организации, за основниками которой и есть эти особи. И, соответственно, керевники указанной организации въезд ранее засудженные особи. По информации правоохранителей, банда имела и покровителей. Но в интересах следствия их имена пока не называют. Есть информация еще о причетности к деятельности и посадовцам, держпосадовцам соответствующих служб. И также есть информация о работе полиции, но я думаю, что в процессе следствия это все будет заявлено. Сейчас правоохранители ищут остальных участников группировки. А вот задержанным уже грозит до семи лет за решеткой. Впрочем, следователи не исключают, в ходе расследования статью вымогательства могут переквалифицировать на более тяжкую. По решению Хмельницкого горсуда, всех рэкетиров будут содержать под стражей без права внесения залога. Тем временем водители межрайонных рейсов впервые за последние полгода спокойно въезжают на автовокзалы. Но на этом их проблемы не закончились. Вскоре владельцы маршруток намерены выйти на акцию протеста против нелегальных перевозчиков. Говорят, они, подобно рэкетирам, отбирают у них заработок и не платят налоги. Андрей Кровец, Лариса Светловская, Тарас Тарасов. Подробности телеканал Интер Хмельницкий. Возрождение Украины начинается с селам. Под таким слоганом сегодня прошел фестиваль Черниговской области. Такие празднования устраивают пятый год подряд. На месте побывала и наш корреспондент Марина Григоря. Танцами, песнями и угощениями посетители встречались сегодня на фестивале возрождения украинского села в Бахмаче. Этот фестиваль проходит уже пятый год. Но именно сегодня здесь грандиозное празднование. Организаторы мероприятия говорят, в этот раз удалось привлечь молодежь. Именно это особенно приятно инициатору торжества. Депутату областной рады Аграрию Валерию Калоше. По его словам, возрождение культуры села по силам только подрастающему поколению. Проблема вымирания села актуальна как никогда, говорят в Аграрной партии. И призывают государство заняться этой проблемой. И шкода, что молодых людей тякают села. Поэтому очень важно, чтобы им было интересно оставаться там, где они родились, развивать бизнес, создавать будущее. Как бы тяжело ни было сегодня в нашем этом, мы просто обязаны поддерживать, нестися в народ, рассказывать и спевать нашим детям, внукам и правникам, чтобы будущее Украины было за Украину. Для того, чтобы возродить украинское село, многого не нужно. Уверены Аграрии. Меценатство благотворительное с развития налоговой системы. Лидер партии уверен, укрепление национального духа не менее важно. Аграрное производство является основой экономики нашей страны. Конечно, очень важно создать рабочие места, конечно, сегодня нарушать валютную выручку, доказни нашей страны. Но не менее, возможно, думать о культуру, мистеце, все то, что наполняет душу украинского народа. И так уже склалося, что люди, которые работают на земле, не из-за того, что кто-то их обязан, из-за того, что это покликание в сердце. И посмотрите в очи людей, насколько они ожили. Они тяжело работают, мы в глубокой кризе, мы в войне, но песня всегда для нас была и разрадой, и запалом на будущие затяги. Концерт, ярмарка, мастер-классы по гончарству, казацко-японные представления и даже праздник сала. Это только малая часть программы. Фестиваль длился целый день. Марина Григориан, Сергей Коваль, подробности телеканал Интер. Сегодня многие ценители классической музыки приехали в Черкасскую область. В Каменке впервые за всю историю города проходит большое культурное шоу Каменка Мюзик Фест. Место проведения фестиваля выбрано неспроста. Черкасская область – колыбель творчества всемирно известных композиторов Петря Чайковского и Кароля Шумановского. Дети и взрослые, профессиональные музыканты с самого Трапода открытым небом исполняли музыкальные произведения известных мировых и украинских композиторов. И сегодня мы в первый започетковый музычный фестиваль классической музыки. Мы делаем только его презентацию, а не надеемся, что в следующем году и вместе с городом и городом, и с городом, и с городом, и с городом у нас получается сповпрацовать. Он вырос в величезный фестиваль. Бюрократический нонсенс. Миграционное ведомство Германии, которое постоянно жалуется на дефицит кадров, увольняет опытных сотрудников. В ближайшее время работу могут потерять сотни человек. В чем причина, выясняла Татьяна Лугунова. Нехватка персонала и, как следствие, большие нагрузки на сотрудников. Это две главные проблемы, на которые постоянно жалуются руководители федерального ведомства по делам беженцев. А в придачу они еще и вынуждены будут уволить несколько сотен опытных работников. И все из-за бюрократии. У сотрудников, которым грозит увольнение, непостоянные, а временные контракты. Срок их действия уже подходит к концу и продлить договоры запрещает трудовое законодательство. То есть ведомство должно уволить работников с опытом, а на их место взять новеньких. Нонсенс, но таковы правила. В ситуацию уже вмешался министр внутренних дел. Хорзей Хофер заявил, он будет просить парламент выделить больше денег из бюджета на миграционное ведомство. И сделать все временные договоры постоянными. Не только выделить деньги, но и разобраться, насколько эффективно работают ведомства, намерены немецкие депутаты. Сейчас члены комитета Бундестага по вопросам внутренних дел опрашивают топовых политиков. Хотят понять, что стало причиной сбоев в работе филиала ведомства в Бремене. Там на протяжении нескольких лет выдавали статус беженца просителям, которые не имели необходимых оснований для его получения. Депутаты уже заслушали бывшего и нынешнего руководителя ведомства по делам беженцев и министров. На вопросы парламентария в ответили экс-глава МВД Томас де Мизьер и министр экономики Петер Альтмайер, который ранее занимался координацией миграционной политики. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. Да здравствует королева! Ее Величество Елизавета II празднует свой 92-й день рождения. В честь британского монарха провели традиционный военный парад, а увидеть зрелище собрались тысячи людей. С подробностями из Лондона Светлана Чернецкая. Вот она, виновница торжества. На самом деле, 92 года Ее Величество исполнилось в апреле. Но по давней традиции, дни рождения монархов официально празднуют во вторую субботу июня. Так больше шансов на солнечную погоду. Ее Величество сама принимает парад. Муж королевы, принц Филипп, ушел на пенсию и теперь пропускает большинство мероприятий. Он старше жены на 5 лет и завтра празднует свое 97-летие. Здоровье подводит и королеву. Ей пришлось лечь на операционный стол, чтобы удалить катаракту. Правда, все прошло успешно и даже не пришлось брать больничный. Для самого нового члена королевской семьи это первый парад. Американская актриса Меган Маркл ровно три недели назад стала герцогиней Сасекской. И вместе с мужем сегодня впервые появилась на балконе Букингемского дворца. Это один из самых больших праздников в году. Ее Величество демонстрирует мощь и красоту военных сил королевства. По центру Лондона марширует более тысячи солдат. А изюминка парада – виражи самолетов королевских военно-воздушных сил. Эта часть торжества особенно нравится самому младшему поколению монаршей семьи. На балконе дворца маленькие наследники трона – принц Джордж и его сестра принцесса Шарлотта. Принц Уильям и герцогиня Кейт решили не брать самого юного члена семьи. Принцу Луи всего полтора месяца от роду и его оставили дома с няньками. Это событие традиционно собирает зрителей со всего мира. Семи тысячам гостей посчастливилось попасть в зрительскую зону. Еще тысячи туристов наводнили все близлежащие улицы, чтобы хоть издалека понаблюдать за торжеством. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Какие последствия огромного града в Словении? Кто побеждает в гонке технологий – США или Китай? И как Ким Чен Ын готовится к предстоящей встрече с Трампом? Об этом и не только. Далее в нашем обзоре. Гигантский град прошел на юге Словении. Градины размером с теннисный мяч повредили крыши домов и разбили окна в автомобилях. Стихия бушевала около 20 минут, однако ущерб значительный. Пострадали и сельскохозяйственные угодья. Наихудшая ситуация на границе с Хорватией, в провинции Белокраина. Метеорологи объяснили, такое явление – редкость. Бывает максимум несколько раз в год. Во Франции хотят арестовать гражданина Туниса, который три года назад спас двух детей во время пожара. Все потому, что Айману Латру приехал в страну нелегально. Видно, жительство ему получить не удалось. За смелость местные власти смельчака наградили, но поступок остался без внимания общественности. Французские СМИ сравнили историю Аймана с другим мигрантом – Мамуду Гассамой, который недавно героически спас мальчика, выпавшего с балкона. Случай обсуждали на телевидении и соцсетях. В отличие от Аймана, Мамуду даже пригласил на аудиенцию президент Эммануэль Макрон и пообещал французское гражданство. Самый мощный суперкомпьютер создали в США. Об этом сообщили в национальной лаборатории при Министерстве энергетики. Машина называется «Саммит», и она может выполнять 200 миллионов миллиардов операций в секунду. «Саммит» планируют использовать в медицине и для создания модели изменения климата. Ранее титул самого мощного суперкомпьютера принадлежал китайской машине, но американская разработка в два раза мощнее. А вот с китайскими хакерами американцы не справились. Киберпреступникам удалось похитить информацию о военно-морских разработках. Об этом написали в «Вашингтон-Пост», ссылаясь на представителей правительства США. По данным издания, среди прочего, хакеры украли проект гиперзвуковой противокорабельной ракеты, а также информацию о вооружениях для подлодок. Ревизор по-северокорейски Ким Чен Ин с женой проинспектировал новый рыбный ресторан в Пхеньяне и дал добро на открытие. Сейчас лидер КНДР лично контролирует новые заводы и заведения. Видимо, решил больше внимания уделить развитию экономики. Тем временем в Сингапуре его уже ждут. Вовсю готовятся к встрече Дональда Трампа и лидера КНДР 12 июня. Город украшают цветами, как символ мира. Меры безопасности усилены. В Антарктиде в июне впервые пройдет прайд-парад. Организовывают его представители ЛГБТ-сообщества, крупнейшего поселения на ледяном континенте станции Мак-Мердо. Участвовать будут 10 человек. Пройдут с радужными флагами по всем зданиям станции. Также проведут несколько мероприятий, устроят показ фильмов, будет работать бар с угощениями. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности в ее и в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.